Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Сила Кущинский. Рад новой встрече с вами. Добрый вечер. Владимир, спасибо, что вы тоже с нами. Итак, что же за тема сегодня? Поскольку с 15 по 18 сентября в Крокус-Экспо в рамках выставки технического антиквариата «Олдтаймер-галерея» будет организована тематическая экспозиция «Они строили автомобиль андеграунд Советского автопрома». Все верно, ничего не напутали. Итак, с чего правильно начать разговор о том, как родилась эта выставка? Володь, ты все-таки как автоисторик, наверное, тебе слово. На самом деле идея, она такая, она достаточно глубокая. Что же мог ответить автоисторик, который копает очень глубоко? Ну, смысл в чем? Все, кто в нашей стране занимается автообильной историей, привыкли понимать историю автообильных заводов отечественных. То есть, и, собственно говоря, все, кто работает над созданием автообильных музеев, они упираются в одну, в проблему, что музеи эти становятся похожими друг на друга, как рестораны «Макдональдс». Потому что, собственно говоря, история у нас, хотя и великая, и интересная, но количество заводов и выпускаемых автомобилей можно перечислить на пальцах, скажем, двух рук. А именно эти машины и были его витамины. И все остальное, это какие-то модификации, опытные конструкции и прочее. Ну, параллельно с этим в нашей стране существовало, совершенно удивительные существовали конструкции автомобилей, которые не могли, в принципе, появиться нигде в другой точке планеты, в принципе. Потому что мотивации у создателей этих автомобилей нигде, кроме как в СССР, не было и быть не могло. То есть, мы говорим о самодельных автомобилях. И здесь нужно, мы этой выставкой еще хотим разрушить один стереотип, который гласит, выглядит примерно так, что это порождение эпохи тотального дефицита. То есть, людям просто не на чем было ездить, поэтому, в общем, строили хоть что-то, чтобы хоть как-то передвигаться. Гольные выдумки хитра. Ну, конечно, такие конструкции тоже были, но это, и достаточно много их было, но это не есть лицо этого движения. И это не, ну, мы бы, наверное, и не заморачивались бы на подобную выставку, если бы как бы вот этим все и ограничивалось, что, ну, как-то люди вот что-то там построили у себя в сарае и как-то поехали. То есть, таких тракторов очень много, там, допустим, особенно, пройдя по любым селам, можно собрать гигантскую выставку самодельных, там, каких-нибудь плугов, там, моторизованных, там, еще чего-то такого. Нет, здесь мы говорим совсем о другом. Мы говорим о том огромном количестве людей, которые жили в нашей стране, которые через это реализовывали свои творческие планы, замыслы. То есть, большинство из них было на чем ездить. Все у них было хорошо, большинство из этих людей. То есть, там, в обычном автомобиле они, может быть, и не нуждались. Вопрос в другом, что они просто, они были бы влюблены в автомобиль, они были энтузиастами этого дела, и они через это самовыражались. То есть, для них это было действительно творчество, и кто-то самодельные двигатели конструировал, кто-то, ну, в основном это касалось, конечно, ну, дизайна. То есть, ну, как вот писали наши, допустим, исследователи, не было там многих типов автомобилей в нашей стране, типа гран-туризма, там, микроавтобусов, амфибий, поэтому приходилось строить самим. На самом деле, даже если бы они были, все равно бы эти люди это все строили. То есть, вопрос не в этом, не в дефиците. При этом люди объединялись, создавали такие, как бы, ну, сейчас бы назвали, не знаю, кооперативы или фирмы, просто распределяли между собой обязанности и строили одинаковые, либо очень похожие автомобили, целые серии, целые партии. То есть, фактически создавали подпольные автозаводы, то есть, это такой действительно андеграунд советского автопрома, то есть, это альтернативный автопром. И люди, как правило, очень талантливые, причем их много было. И вот мы на эту выставку постарались выбрать максимально интересные автомобили из того периода, начиная с 60-х годов, самых первых самоделок, которые вот, потом они не сходили с журналов, с обложек журналов, там, «Техники молодежи», «Юный техник», «Моделист-конструктор», «За рулем», «Наука и жизнь». То есть, фактически все технические журналы, они, ну, постоянно, то есть, некоторые журналы просто не было номера, чтобы не писали об этом виде творчества. И государство, несмотря на то, что это фактически, ну, статья из уголовного кодекса создания подпольного автомобиля, то есть... Которую толком нельзя было поставить на учет, и было множество сложностей. Вот представьте, да, вот наоборот, тогда было проще, чем сейчас, на самом деле, в этом, с этим. Государство помогало, то есть, практически в любом городе страны существовали техкомиссии, при ДСААФах, при РОСТО, которые могли выдать там справки какие-то нужные, то есть, машины ставились на учет, причем иногда вопреки тех требованиям, которые там публиковались, вот, которые разрешали, ограничивали объем двигателя, там, еще какие-то моменты. Вот, и, то есть, это было гигантское движение, которое возглавили незаврядные люди, Туревский, Захарченко, Соловьев, который организовал программу «Это вы можете». То есть, и вот эти все автомобили, их создатели, они вот не сходились с первых страниц обложек, они не сходились, издавалось огромное количество книг. Я строю автомобили, просто имел любой автомобилист у себя на полке. Наиболее продвинутые покупали книгу самодеятельного автоконструктора, в котором выдавались все расчеты. То есть, человек мог, собственно говоря, самообразовываться и рассчитывать там подвеску, какие-то еще элементы. То есть, это был очень серьезный подход. И это все культивировалось, люди собирались, это была такая общая тусовка, как бы сейчас сказали. И проходили ежегодные, начиная с 65-го года, ежегодные встречи и пробеги, вплоть до экстремальных пробегов. Через Каракумы люди ездили, за границу. Можно на секундочку прервать, потому что понимаю, остановить вас возможно, но я попытаюсь все-таки, чтобы Илья сказал. Я понял из вот этого предварительного рассказа, что люди-то были с таким пытливым умом, горячим сердцем, трепещущим душой. И мне кажется, должна была быть смелость, несмотря на то, что ты сказал, что сейчас сложнее, чем тогда. Но все-таки нужно было быть смелым человеком, чтобы вот так вклиниваться в безраздельное властвование государства в этой... Ну да. Скажи мне, пожалуйста, мне кажется, что и тебе-то тоже смелость нужна, чтобы собрать вот это все воедино, поскольку мы договорились, что в наше время все это сложнее, и органировать это сложнее. А где собрать такое вот количество экспонатов? Ты вот понимаешь, что это не первая далеко твоя выставка в твоей жизни, но все же. Да. Я бы сказал так. У нас с Володей сложился такой интересный тандем. Мне бы хотелось, чтобы это и дальше существовало. И сложился уже давно. Да. К счастью. Зрители, наверное, помнят прошлую выставку с большой экспозицией «Гаража особого назначения». Действительно. Незурядные были. Ты, по-моему, ты был в каждом сюжете и в попутчиках, и совсем неплохо. Вот это было Володяными трудами собрано. И это была экспозиция в рамках нашей большой выставки, вот эта вот большая экспозиция «Гаража особого назначения», она была сделана, в общем-то, трудами, силами, временем Володи. И смотрите, как маятник очнулся. Да. От «Гаража особого назначения» совсем другую сторону к самоделкам. Большие, черные и, ну, я так все-таки скажу свое мнение, скучноватые, официозные машины. Ну, первый раз тебе сейчас говорит такое. На которых ездили вожди и яркие, футуристичные, чудные, иногда уродские. Извини, Володя. Но безумно интересные и безумно разные автомобили, которые делал народ, вот с большой буквой «народ», которым руководили эти вожди. Это действительно маятник. Наверное, это символично, что в течение года мы весной показали одни машины, осенью показываем другие машины. И вот когда Володя пришел ко мне с этой идеей, Володя задал мне каверзный вопрос, могу ли я назвать еще один автозавод, существовавший в СССР. Я все перечислил, какие знал. И, естественно, автозавод под названием «народ» с большой буквы я назвать не смог. А действительно, идея колоссальная и, ну, собственно говоря, когда я понял задумку и тот потенциал, который в этом заключен, я, ну, так, прикинул, что, ну, наверное, можно будет машин 15-20, наверное, с трудом собрать. Вот. А в итоге, когда Володе был предоставлен полный карт-бланш и было сказано, давай на плане выставки сам рисуй, сколько тебе нужно места, и это будет жемчужина выставки, и дальше действуй. В итоге 50. 50 редчайших, уникальнейших автомобилей, собранных, ну, со всех концов из разных городов, скажем так, России. А только из России, да, Володя? Ну, на самом деле, за границей, да, не попадаются, но это немножко другая мотивация и другая тема выставки. Ну, из разных городов тоже не удалось, и по причинам сложности доставок и эвакуаторов и прочее. Поэтому, к сожалению, из юга России практически ничего нет, хотя много машин было в Адыгее, в Краснодарском крае. Просто организационно не удалось связаться с Челябинском. Там гигантский клуб, антикварные самодельные автомобили, которые в 70-е, 80-е, 90-е годы строили огромное количество очень интересных машин, которые и сейчас ездят. Прошу прощения, что значит, не удалось связаться? Ну, контакты были, я был в Челябинске многократно, то есть лет 10-15 назад. А сейчас вот все старые контакты сорвались, и вот в течение нескольких недель, ну, ни с кем не удалось найти, как бы, телефон. То есть, я думаю, что они бы приехали, конечно, на самом деле. Друзья, у нас не последняя выставка. Всегда надо, чтобы было, куда развиваться. На самом деле, 80-машина, это, конечно, совсем не предел, просто этот предел ограничен тоже нашими возможностями, залом и, ну, скажем, и временем. То, что мы, собственно говоря, всего два с половиной месяца это все собирали. То есть, можно было года два на это положить. Да и не дешевое-то занятие. И тогда бы ты заполонил самоделками всю Москву. Ну, такой задачи не ставится. Надо посмотреть. Мы хотим показать. Мы, как люди осторожные и рассудители, мы хотим вообще посмотреть, как это воспримут. Как это воспримут посетители, как это воспримут журналисты, как это воспримут конструкторы, владельцы этих автомобилей. Вот ветераны самодельного спорта, как сказать. Потому что очень приятно, хотелось бы, чтобы они вновь, раньше их имена вся страна знала. Володя сейчас расскажет, перечислит их, да. Хотелось бы, чтобы эти замечательные люди, талантливейшие, да, получили еще свою порцию славы, которую они уже сколько их не снимают, сколько их не показывают. Ну, практически 15 лет точно, а многих и 20, и 25 лет. Я же назвал, вероятно, в Советском Союзе. Это несправедливо. Ну, просто вот мы сейчас вошли в этот самый, как бы, цивилизованный мир, да, и тут же пропала вот эта самая мотивация, которая двигала всеми этими людьми. То есть сейчас остались совсем единицы людей, кто занимается похожей темой, но она уже все равно имеет несколько, ну, какую-то коммерческую составляющую, еще что-то такое. То есть чистого искусства уже, ну, практически нет. Тогда это делалось, ну, реально, никто не думал на этом зарабатывать, никто не думал это продавать. Потому что, ну, и вообще, собственно говоря, вот прямо как к автомобилю, с большой буквы, как вот именно как полноценный автомобиль, именно, который может конкурировать с серьезными, там, иномарками, к ним относиться, конечно, нельзя. То есть нельзя, ну, как бы, творчество одного, двух, трех людей сравнить с творчеством тысяч людей на каком-то автозаводе профессионалами. И поэтому за рубежом, это все понимали, никто и не пытался. Ну, то есть, ну, можно дизайн сделать. За рубежом есть похожее движение, но все равно это хот-родинг там какой-то, реплики, ну, какие-то другие направления. Вот. А здесь люди, собственно говоря, ни на что не претендуя, они, в общем-то, строили совершенно удивительную вещь. Так вот, какой еще у нас сложный момент, вопрос. Дело в том, что 20 лет вот этой паузы, после, грубо говоря, последних парадов, там, в 89-м году последний такой нормальный парад самодельных конструкций прошел. Вот. И 22 года уже фактически ничего на эту тему не происходит. И за это время машины очень жестко эксплуатировались. И никто к ним не относился как к музейным экспонатам, как к предмету истории. То есть это сугубо утилитарные вещи были, как правило, людей. Причем сами их создатели тоже не относились к ним как к музейным экспонатам. Они делали их для себя. Они их реконструировали, переделывали, переделывали, старались многие из них поддерживать вот в том виде, чтобы они на каждый день были, в общем-то, современными. Удавалось это далеко не всем. Ну, как бы, исключение, наверное, алгебраистов, который умудрился вот эту юную образца, там, начала 80-х годов довести сейчас до совершенно вот конкурентного современного состояния. В общем, и реванш будет, он уже, в общем-то, в возрасте. Но машина совершенно внешне, она выглядит заводской, она абсолютно приятный внешний вид и на современных агрегатах. Вопрос в том, что это исключение. Как правило, большинство машин, большая часть автомобилей, это уже археология. То есть это машины, попавшие на свалку и оттуда вытащенные, либо просто заброшенные, либо, ну, фактически, то есть вообще-то это все должно было быть утеряно, по идее. То есть это, почему мы говорили с людьми, со стариками, говорят, ну, а что вы собираете, ничего нет, уже все пропало, все кончилось, давно кончилось, уже ничего нет. И когда мы начали искать, и вдруг находим вещи, о которых все забыли или которых даже не знали, там, грубо говоря, была там матрица для изготовления кузова, все помнили, что была одна машина, а мы находим две, три одинаковых автомобиля построенных. И вот мы сейчас это показываем в чистом виде, как историю, как именно, как археологию. Ну, вот представьте, нашли там при раскопках, там, древней Греции, амфору расколотую, разбитую, там, собрали эти черепки, ну, какие-то сохранились, какие-то нет, там, нарисовали контуры этой вазы, сложили какой-то фрагмент этой вазы, который сохранился. И все в музее ходят, смотрят, что это вот как бы искусство, вот тут элементы росписи, рисунков каких-то, вот какой-то задумка художника была. То есть, фактически, это такое же самое творчество, которое происходило на нашей памяти, то есть, в нашем поколении практически 20 лет назад, но это было практически утрачено. И вот эти черепки мы собрали и собираем в этом зале. То есть, это вообще такое, этого они и при жизни не собирались вот именно в таком составе и с такой мотивацией сбора. То есть, они всегда показывалось, это все именно как научно-техническое творчество молодежи. А сейчас мы это показываем, как уже как нашу историю, как те чудом сохранившиеся экземпляры, как артефакты того времени. И, то есть, уже выросло целое поколение молодых людей, которые об этом вообще ничего не знают. То есть, кому сейчас 20 лет, они об этом просто в принципе могут не знать. А тем 20 лет назад, кому тогда было 20 лет, они знали по фамилиям этих людей и лучше, чем артистов, ведущих телешоу и так далее. Потому что они были на слуху, это были звезды. Друзья, мне кажется, что вы немножко лукавите, когда сказали, что мы хотели посмотреть, как отнесутся журналисты. Вы знаете, что это будет оглушительный успех. Я думаю, что люди не очень далекие или не понимающие глубины того, что мы показываем, наверняка будут относиться, зачем этот хлам сюда собрали. Так они не придут, от чего ты переживаешь? Ну, они придут, и бог с ними, хотя вот люди уже пишут Краснодарский край. Покажите машины. А, вы что, хотели, чтобы мы сейчас показывали? Нет, пожалуйста, с 15 по 18 к Рокусу Экспо приходите, выставку все увидите. То есть, половина из этих 50 машин, если не большая часть, они руинированы. То есть, они реально, вот мы нашли, вот Макси, автомобиль Макси. Это, собственно говоря, не совсем самоделка. То есть, это продукт, созданный во ВНИТ, Всесудованный научно-технический институт, Всесудованный институт технической эстетики. Вот. Но дело в том, что, фантастическая история, ряд людей, выдающихся в автомобильной промышленности СССР. Это вот Молчанов, художник, известнейший дизайнер, который, ну, один из лучших, наверное, отечественных дизайнеров и художников, который потом 10 лет работал на Миле, строил, делал дизайн вертолетов, дизайн интерьеров вертолетов на Миле. Интересно, да, что для вертолетов, оказывается, нужен дизайн. Вот. Так вот, этот человек работал раньше во ВНИТ, раньше в НАМИ. И вот существовало, как плеяда вот наших отечественных автомобильных художников, потом уже автомобильных дизайнеров, то есть тогда художниками их называли, это вот Молчанов, Ариамов, Далматовский и ряд, как бы, конструкторов инженеров, с кем они работали, там, Светлана Кузьминична Леоничева, там, еще несколько человек. Вот они просто каждый день работали, создавали экспериментальные машины в НАМИ. Лепили пластилиновые макеты, что-то рисовали, что-то создавали для НАМИ. А в свободное от работы время, по субботам, воскресеньям и вечерам, Делали что-то свое. Они собирались на даче у Светланы Кузьминичной Леоничевой, которая будет у нас на пресс-конференции, на выставке, и у нее на даче строили шесть одинаковых автомобилей, рисунок, дизайн которого выполнил Молчанов, то есть это выдающийся дизайн, он сейчас выглядит, в общем-то, сногсшибательно. И построили шесть одинаковых машин. Нам удалось найти четыре из них. Вот три, две точно будут на выставке, возможно, будет три, плюс матрица, в которой это все выклеивали. И они в очень плохом состоянии, но эти машины, все, кто у нас занимается автомобильной историей, они их прекрасно помнят, во-первых, по самим рисункам Молчанова, которые обошли все журналы. Потом, когда, это было в 60-е годы, 61-го по 69-й год их шесть машин построили. А почему шесть? Почему именно шесть машин? А их было шесть создателей. Было два дурновых. Но если ты сказал, что машины одинаковые, то какой смысл создавать шесть одинаковых машин? Вот каждый себе. Молчанов, Елтышев, Сывороткин, два дурновых. Ну, шесть человек там было. Вот. И четыре из них реально сохранились. Три в Москве, две будут на выставке. Возможно, мы хотим, чтобы три было на выставке, плюс матрица. Значит, и будут те, кто... Вот Светлана Кузьминична, она жива, она тоже будет на этой выставке. Так вот, эти же самые люди создавали параллельно с этим еще проект Макси. По рисунку Ариамова уже. Это фактически один из первых минивэнов в мире. То есть, это концепция, ну, реально, которая тоже там потрясла всех, тоже прошла по всем рисункам, по всем этим самым журналам. Есть в книгах Шугурова. То есть, это, ну, классика советского автомобилестроения. И считается, что эта машина не сохранилась. И вот, выкапывая матрицу, забрушившегося сарая, там, вытаскивая матрицу КД, мы находим там же остатки промежуточного кузова Макси. То есть, это буквально там какие-то отдельные панели. Прошу прощения, это у хозяев или где? Это на даче, там, где это строили. А почему люди, владельцы этой дачи? Это как раз одна из создателей. Там сохранилось это все чудом, почему-то не выкинуло. Никто из создателей не относится к машинам, как к истории. Это, ну, на момент создания, да, это они все горели, там, рисовали, что-то, это был концепт. Но смысл в том, что мы этот концепт просто вот из тех черепков, которые мы нашли, мы создали вот так же эту самую пространственную, значит, раму, прикрутили к ней вот все эти сохранившиеся черепки, которые дают представление о машине, покрасили в тот же красный цвет, как это было на рисунках. И эта штука будет впервые воссоздана, там, за 40 лет впервые покажется на этой выставке. Я думаю, что те, кто знает автомобильную историю, они будут просто в шоке от этих черепков. Просто вот, при том, что, ну, люди, которые об этом вообще ничего не знают, они, ну, люди, ну, что, зачем она тут? То есть вы хотели посмотреть на шок людей? А реально, ну, книгу рисунков Захарова знают все, да? То есть это, ну, это то, почему, это наш азбук, это наш, как бы... Я ему позвонил и спросил, можно я использую четыре ваших рисунка? ГТЩ, Макси, Муравей, КД. Зачем? А выставка будет, вот, в плакатах хотим сделать баннеры. Неужели они сохранились? Да, вообще, это... Даже сам создавательство. Он был в шоке. То есть мы фактически, вот, сейчас... Когда-то он иллюстрировал машину, а сейчас мы иллюстрируем его рисунки. Его рисунки известны больше, чем эти машины. Вот. И сейчас это будет вот прямо, люди это увидят. Друзья, я предлагаю посмотреть сюжет, который мы подготовили, для тех телезрителей, которые включились чуть позже, и не очень понимают. В гостях Илья Сорокин и Владимир Киреев. Смотрим сюжет. Этот автомобиль-малютка не сошел с заводского конвейера. Его построили ДСААФовцы и Ленинградского троллейбусного парка номер один. Конструкторы машин инженеры Астры и Сазанов. Мотором автомобиля служит мотоциклетный двигатель ИШ-49. Автомобиль трехколесный, заднее колесоуправляемое. Мала малютка, но она легко перевозит двух пассажиров и солидный багаж. Бензобак рассчитан на 300 километров пробега. Скорость машины 80 километров в час. В 60-е годы Советский Союз открыл новое направление автоиндустрии – кустарный автомобиль. На дорогах страны стали появляться диковинные машины. С кузовом из пластмассы и алюминия, с мотором от бензопилы «Дружба» или от газонокосилок. Все начиналось как движение юных техников. Старые запчасти доставали на автобазах или свалках, переделывали из нескольких деталей. Чертежи самоделок публиковали в журналах, а такие издания, как «Техника молодежи» и «Наука и техника», даже организовали для самоделок ежегодный пробег, посмотреть на который собиралось множество народа. Причиной появления на дорогах страны автомобилей народного производства стали многолетние пробки на покупку серийных моделей. Их высокая стоимость и по этим причинам недоступность для большинства жителей Советского Союза. А любители предпринимали попытки строить фантастические и нелепые авто за счет дизайнерского таланта и технической смекалки. Без нее обойтись было нельзя. Чтобы купить в магазине двигатель, нужно было предъявить техпаспорт от еще не существующей машины. Невозможно было достать даже покрышки. Они были серийные и номера также вносились в техпаспорт автомобиля. Вот и приходилось включать фантазию. В 1965 году все-таки приняли требования к автомобилям, собранным в индивидуальном порядке. Но их размеры были строго ограничены. Если в длину машина превосходила своими размерами лимузин ЗИЛ, то ее не регистрировали. И тем не менее, любители умудрялись делать спортивные автомобили, самодельные джипы и вездеходы. Эти люди первыми применили сдвижные двери, фары с поворотом, электроподъемники стекол, далеко опережая советский автопром. Причем все эти операции чаще всего проделывались в кустарной мастерской или в обычном гараже. Илья, скажи, пожалуйста, как тебе удается устоять перед вот таким напором? То есть мне такое еще раз сносит со стульев энергетик, который прет прямо в другую сторону. Володя, как тебе удается его загнать в рамки? Ты же понимаешь, что есть определенное пространство, есть размеры выставки, стендов, количество участников. Вот когда слушаешь Володю, ты понимаешь, что пределов просто нет. Где вы находите середину вот этого? Мне это тоже все безумно интересно. Но где-то ты же должен сказать, Вов, прости, но кто же не влазит в выставку просто? Я не умею так говорить, потому что мне это безумно нравится. Потому что выставка последние два года из-за сложной финансовой ситуации проводилась в небольшом зале, в 4000-м. Сейчас мы, начиная с прошлой выставки, с экспозиции ГОНа, мы вернулись в большие 8,5 тысяч квадратных метров залы. Которые были уставлены, прям чуть ли не одно на одном стояло. Дело в том, что для меня это некий, скажем прямо, финансовый риск. То есть половина зала – это коммерческая экспозиция, половина зала – вот такая вот замечательная экспозиция самодельных автомобилей. Там еще автоклубы мы подтянули. Но для меня выставка, проводящаяся в большом зале – это совсем другая атмосфера, совсем другая аура, совсем другое настроение участников и посетителей. Для меня, как для организатора Ултаймер-галереи, который делает ее уже в 18-й раз, страшно сказать, и имеет планы на 19-й и 20-й, как минимум, для меня очень важно, чтобы выставка жила, дышала, развивалась. Поэтому оставаться в маленьком зале и экономить деньги – это не наш путь. Мы будем расширяться, развиваться и тратить деньги. По бразильской системе мы просто… мне не важно, сколько я потрачу, мне главное, чтобы я забил на один гол больше, заработал на один рубль больше, чем потрачу. Вот и все. Поэтому я хотел бы, чтобы посетители выставки проголосовали ногами, чтобы мы увидели хорошую посещаемость, чтобы мы увидели интерес в глазах, чтобы коллеги-журналисты хорошо эту тему осветили, и чтобы воскресла тема, которая 20 лет была в забвении, и тем самым делая хорошее, наверное, доброе, правильное дело, и ничем не ограничивая величайшего энтузиаста товарища Киреева… Нет, нет, ничем нельзя. Давайте немножко хоть чуть-чуть будем ограничивать. Вот я не люблю никого ограничивать. Я говорю, вот сделай на слабо. Вот сколько ты зала займешь, столько и получишь. Серьезно. Но тем самым я отдаю жизнь и своему детищу. То есть тем самым я делаю выставку, не похожую на день сурка. У нас не будет повторяться ни один экспонат, не только в этой экспозиции, вообще на выставке. Ну, ни один, может быть, я громко сказал, может быть, там 2-3 повторятся, но в целом будет более 200 автомобилей на Олдтаймер-галерее. И повторы найти будет очень сложно. Потому что вот эта замечательная экспозиция самоделок и много чего еще интересного на выставке будет. Может быть, я даже сейчас чуть-чуть расскажу, а потом опять к самоделкам вернемся. Куда без них, если это центральные гвоздь твоей программы. Да, но кроме того, давайте так по порядку. Вот человек заходит в зал, и что он видит? Он видит два интересных автомобиля. Один из них первый автомобиль в истории автомобилестроения вообще. Тут на этих словах какой-то гимн должен заиграть, я не знаю. То есть это первый Мерседес. Первый он еще не Мерседес. Это называлось патент-ваген Бенса. Это то, что доктор Карл Бенс 125 лет назад подарил миру. То есть первый... Юбилей, который мы отмечаем. Да, в этом году юбилей автомобиля. И первый автомобиль, ну точнее чуть более поздняя его реплика. Привезена специально из Германии. Деревянный автомобиль Бенса. 1886 года создания. Он будет встречать посетителей первым. Он будет стоять на официальном стенде Мерседес-Бенса. Для меня очень приятно и знаково, что Мерседес-Бенса официально празднует свой юбилей на нашей выставке. Причем празднует его тремя автомобилями. Патент-ваген – это первый автомобиль. Это 19-й век. 20-й век – это 300SL «Крылой Чайки». И 21-й век, на секундочку, на нашей выставке официальная российская премьера нового купе CLS. Одна машина лучше другой. Да. Каждый автомобиль уникален. И вот это 125 лет развития автомобилестроения через компанию Мерседес-Бенса. А напротив этого стенда, ровно напротив, на одинаковом расстоянии от входа. И это принципиальная позиция моя, как организатора. То есть у тебя все-таки все посчитано, все подозаписано. Все по фэншую сделано. Вот строго на таком же расстоянии от входа, через широкий 6-метровый проход, стоит другой автомобиль юбилейный, который чуть-чуть помоложе. Уже ему 115 всего лишь лет. Но он нам должен быть не менее близок и дорог, чем первый Мерседес. Потому что это первый российский автомобиль конструкции Яковлева и Фрезе. Это автомобиль, который, к сожалению, мы сохранить не сумели. Мы, к сожалению, его утратили. Не знаю, когда, Володь, в гражданскую войну. Когда он? Сколько пожаров было на этой земле? Сколько катастроф было? Не сохранили мы его. Но умельцы из музея газеты «Авторевью» к столетию этого автомобиля, 15 лет назад, его воссоздали. Он был с триумфом показан в свое время на московском автосалоне. После этого он спокойно стоял в редакции, в музее «Авторевью». Его, в общем-то, не так много людей видело. А теперь сможет посмотреть? Можно будет посмотреть, причем можно будет сделать себе разницу, как говорят в Одессе. Увидеть 125-летнего дедушку Мерседеса и увидеть 115-летнего ветерана нашего российского. Можно сказать, что это первый самодельный автомобиль в мире и первый самодельный автомобиль в России. Кстати, да. И, кстати, они и сейчас самодельные. То есть, они и сейчас воссозданы. Это и то, и другое реплики. Вот с чего начинается «Алтаймер-галерея». Дальше один экспонат лучше другого. То есть, каждый участник, он старается чем-то поразить, удивить и показать... На этом уже можно стать многоточием. А каждый следующий представитель экспонат лучше другого. Ну, например, например, например. Вот сейчас прошло сравнение автомобилей, вертолеты. Вообще с авиацией много роднит автомобиль. Как на авиашоу показывают истребитель какой-нибудь новейший или бомбардировщик. Бывает такой подход. Вот стоит летательный аппарат, а перед ним выложена вся его боеукладка, все пулеметные ленты, ракеты, бомбы, вся навеска. Все, что внутри и снаружи на нем. И, как правило, это впечатляет зрителя, потому что вроде он не такой большой птичка-то сама. И сколько в него туда понабихано. Вот точно так же будет интересный стоять бронетранспортер немецкий пленный, так сказать, трофейный. Название, аббревиатуру из 18 знаков немецкого я сейчас воспроизвести не возьмусь. Но это знаменитая компания Leibstandard, которая занимается военной историей. Они покажут этот бронетранспортер в очень необычном виде. Они выставляли свои экспонаты и на прошлое выставки. Да, да. Они настолько скрупулезно воссоздали весь боекомплект, всю укладку его, все радиостанции, до последней канистры, до последней каски, карабины. Все, что внутри должно быть. Все вот эти пулеметные ленты, вся эта начинка. Они воссоздали все в оригинале полностью. И обидно им, что в этой броневой коробке никто не увидит ничего. И пришла в голову замечательная идея. Разложить все это на большой поляне перед бронетранспортером. То есть, он будет занимать метров 10-12, а еще метров 40. Будет занимать все, что в нем должно лежать. И все, что в нем лежит. Вот это вот интересный тоже подход. Это будет красиво, это будет, наверное, интересно посетителям. А будет танк Т-34, специально сделанный для кино, для киносъемок нового фильма, который снимает Карен Шахназаров. Танк сделан специально для съемок. Это не настоящий танк, это реплика. Но он сделан с специальными люками такими технологическими, через которые удобно снимать. И, соответственно, посетителям выставки, особенно мальчишкам, предоставится замечательная возможность посидеть в танке и друг дружку поснимать через эти люки и получить уникальные фотографии. В танке так не снимешь, там тесно. А здесь можно снимать, как человек в танковом шлеме, сидит за рычагами. Это тоже интересно. Тоже в первый раз у нас вот такое, например. Не будем забывать про наших друзей, партнеров, многое сделавших для автомобилестроения компанию «Бош», которую тоже 125 лет отмечают. Это будет грандиозный стенд. Это будет просто такой стенд, который должен быть у такой компании, как «Бош» в 125-летний юбилей. То есть на стенде будет собрана коинтэссенция всего, что компания создала для автомобиля за 125 лет. Начиная от магнито, свечек, АБС и так далее. Все, о чем мы не так много говорили. Да, и будут стоять четыре знаковых автомобиля. Каждый из них, вернее, три автомобиля и мотоцикл. Каждый из них за что-то отвечает. «Опель GT» конца 60-х годов – это спортивное направление. «Фольксваген Жук» – это автомобиль самый массовый. «Хорьх 951» – это автомобиль представительского класса. И мотоцикл, как за мотоциклетную тематику, будет отвечать BMW R66, довольно редкий, 1938 года. Соответственно, все они укомплектованы «Бошем». Это тоже интересно, это тоже история, это тоже такая вот интересная историческая экспозиция для тех, кто любит не только красиво снаружи, для тех, кто понимает, что в автомобиле внутри, из чего автомобиль сделан. А дальше совершенно невероятная, демократичная, вольная такая, вольница, поляна, клубная поляна. Фестиваль автоклубов под девизом «Лето продолжается». 15 автомобильных клубов. Самые сильные, самые дееспособные, самые яркие клубы не только Москвы, но и России. Потому что будут клубы, ну, как минимум из… А не буду города перечислять. Ну, широкая гигарда, скажем так. Да, 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 да. Соответственно, это тоже люди, которые давно рвались на выставку, давно хотели на «Олтаймер галереи» себя показать. Но не помещались. Не помещались. Теперь мы сделали такой формат. Впервые тоже решили попробовать. Будет фестиваль автоклубов, будет и непрерывная какая-то тусовка, и такая вот фестивальная программа, что-то вроде такого автомобильного КВНа. И будет очень много творчества, креатива со стороны этих клубов. Потому что будут и заброшенные ранчо, где из стога сена будет торчать старая ржавая машина. Ты сейчас все прям прорассказываешь уже. Торчать виллы там какие-то, да, будет... Нет, это интересно, я чуть-чуть все-таки расскажу, потому что это то, ради чего выставка. Я просто боюсь, что люди сейчас побегут и уже в очередь будут устраиваться. Не возражаю. Мы не против. Будет кинотеатр «Драйв-ин». Вот такой классический американский кинотеатр 50-х годов, где будут стоять автомобили, большой экран, причем звуковое оборудование, все специально для выставки привезено, куплено клубистами в Америке. Это клуб Freedom Cars будет показывать. И будет нарезка из старых американских фильмов автомобильных. Будут манекены девушек, разносящих попкорн. К автомобилям будут приделаны вот эти вот выносные знаменитые столики для того, чтобы этот попкорн можно и кока-колу можно было пить. Чтобы можно было представить всю атмосферу того, как это все происходило. Будет трасса, старт стрит-рейсинга, тоже 60-е, 70-е годы. В общем, будет красиво, будет интересно. Стрит-рейсинга или дрэг-рейсинга? Стрит-рейсинга, четверть миля. Дрэг-рейсинг все-таки. Дрэг, дрэг. Американцев? Ну, дрэг – это уже экстремальная тема, уже для рекордов. Мне почему-то кажется, что в 60-е, 70-е все-таки стрит-рейсинг. Ну, нет, дрэг был всегда, но дрэг – это уже чистый спорт, а стрит – это тусовка. Ну, в общем, люди, которые жгут резину. Да, ну да. Будут, конечно же, клубы любителей «Побед» и «21-х Волк», но они не будут показывать банальные модели. Будут что-то интересное, необычное показывать. Клуб «Москвич» покажет экспозицию из пяти или шести коммерческих москвичей. То есть, пикапы, фургоны различные тоже к выставке специально сделаны. Раньше не виданные машины на нашей выставке. Вот. Новый клуб старых автобусов появился. Тоже будет показано что-то интересное. Ну, об этом можно говорить долго. Лучше действительно прийти и посмотреть. Самое главное, что я хочу донести, что ултаймер-галерея будет необычной. Не будет повторов, самое главное, что ты сказал. Да. Будет редкое, уникальное, рекордное количество экспонатов. Будет более двухсот автомобилей, мотоциклы, патефоны, швейные машины мы не считаем. Вот. Будет много новых направлений, новых каких-то неожиданных решений. И это, поверьте, стоит того, чтобы прийти посмотреть, потому что собирается вся эта экспозиция долго. Собирается она полгода. Посмотреть ее можно всего лишь четыре дня, даже три с половиной дня. С пятнадцатого по восемнадцатый сентября, с четверга по воскресенье в Крокус-Экспо. И потом эти автомобили, они разъедутся по разным городам, странам, по разным владельцам. И, к сожалению, второй раз в таком составе их уже никогда не собрать. Поэтому не упускайте момент. Приходите, смотрите, фотографируйте, получайте удовольствие. Берите аудиогид на входе. Сто рублей в час неразорительно, но вы получите колоссальное удовольствие, послушав про экспонаты, заранее записанную информацию. То есть, кроме эстетического, еще и большой познавательный эффект получите от выставки. Увидите, как снимаются вживую программы на телеканале «Автоплюс», где будет студия замечательная выездная. Кстати, я не знаю и боюсь спросить, какой экспонат будет на этот раз. Вот я теперь вопрос задаю. Давай хотя бы это оставим, никаким секретом, потому что ты сейчас все карты выложишь. Ну, что-то будет как всегда. Все будет стильно, хорошо. Короче говоря, поверьте на слово, «Алтаймер-галерея» под номером 18 заслуживает того, чтобы уделить ей несколько часов, заслуживает того, чтобы прийти на нее с детьми, чтобы провести замечательный выходной в кругу семьи, среди замечательных автомобилей. Но все-таки самое главное, это жемчужины выставки, это, конечно, экспозиция самодельных автомобилей под названием «Они строили автомобиль», это перекличка со знаменитой книгой «Мы строим автомобиль», а «Андеграунд» советского автопрома. Друзья, я вот, правда, не знаю, как вы общаетесь друг с другом, потому что мне прерывать каждого вас просто невозможно, а вы как друг друга прерываете? Я позволю себе прерывать, потому что очень долго у нас на связи наши телезрители, давайте попробуем высушить его. Говорите, пожалуйста, ради бога, извините, что заставлю вас так долго ждать. Добрый вечер, да, действительно, я подождал. Меня зовут Евгений, я из Москвы. Когда-то я был участником конкурсов ЭВМ и выставок НТТМ, и вообще приятно, что передача на эту тему. Вопрос ко всем участникам дискуссии и к ведущим, и к гостям студии. Несколько раз вы упоминали в своей беседе «Музей авторевью» в Кузьминках. Я вот совсем недавно туда зашел и застал совершенно потрясающую картину. «Музей авторевью» там уже нет, а его бессменный руководитель и большой энтузиаст делал сборы всей техники. И Лев Железняков там бедствует практически, пытается сохранить экспонаты, которые у него остались, и в том числе и самодельные автомобили. Там энтузиасты, я видел, восстанавливают их там из подручных средств. Я хотел бы просто знать отношение гостей студии и ведущего, если он в курсе этой проблемы к этому вопросу. И второй вопрос, он уже касается формальной стороны дела. Ведь сейчас конструкцию автомобилей, самодельных и переоборудованных, у нас регламентирует технический регламент, принятый в сентябре прошлого года. Есть ли какой-нибудь документ, который все-таки позволяет как-то сделать какие-то попытки сейчас возродить движение самодельщиков? Я думаю, что в Москве-то вряд ли, а вот на периферии-то найдутся люди, которые могли бы еще приложить таланты к этому очень увлекательному направлению. Заранее спасибо за ответ. Спасибо большое. Есть что рассказать, конечно. Проблема в Кузьминках известна. Во-первых, именно эту базу мы используем для подготовки к выставке. И вот на сегодняшний день там собрано 26 самодельных автомобилей. То есть именно оттуда мы будем осуществлять перевозку машин в Крокус. То есть именно там сейчас собрано больше половины экспонатов. Ну, не больше, примерно половины. И Лейфнович Железняков, это, конечно, легендарная личность в истории движения по сохранению старинных автомобилей, истории автомобилестроения России. Наверняка же будет на выставке. Конечно. Он в своей жизни создал, можно сказать, три музея. И фактически к нему относятся все как к гору, как к великому специалисту. И действительно абсолютно бескорыстному энтузиасту, который, в общем-то, ну, он ни копейки в своей жизни на этом не заработал, а наоборот все отдавал на то, чтобы сохранить и сделать это все, популяризовать это направление и так далее. И мы сейчас ищем способы и возможности, чтобы сохранить эту площадку и на этой площадке сделать полноценный серьезный автомобильный музей. Там проблема в следующем. Мы реально не можем дотянуться до Собянина. То есть и префект округа, и директор парка, и прочие в этом месте, в принципе, хотели бы видеть автомобильный музей. И они, в принципе, идут на это. Но так как ситуация подвешена в воздухе, и эта площадка, этих зданий не существует на плане. То есть это все, как бы... Время. Ну, нет, эти здания, они никак не оформлены вообще. И можно это все сделать. Если будет политическая воля, политическая воля московских властей, потому что префекты боятся, они не понимают. Они не понимают, что будет завтра, поэтому они боятся это все отдать. Возможно, эту проблему можно будет как-то поднять на выставке, в том числе. Я сегодня даже в Кремле задавал подобные вопросы. То есть как сохранить эту вазу. То есть, в принципе, у нас есть проекты, у нас есть инвесторы. Нам не нужны ни копейки от государства или от Москвы. То есть есть инвесторы, есть очень мощные коллекционеры, энтузиасты. Тот же Женя Шаманский и так далее, которые могли на этом... И могут, и хотят на этом месте построить серьезный, большой автомобильный музей. Потому что и экспонаты, и экспозиции, и деньги, и возможности, все это есть. Просто сама эта точка, это место подвешено в воздухе юридически, и это все тормозит. Вот мы... Там часть моей коллекции сейчас стоит в этом музее. Там военные машины, Даджи, три четверти, полуторки, Форте, там и так далее. Ну, не только мои машины, там много энтузиастов собираются. Фактически там реально клубная жизнь, организованная Львом Науничем. Плюс у него гигантское количество не автомобильных экспонатов, а технических. Сейчас это все оформлено как музей индустриальной культуры. Вот буквально 10-го числа у него будет выставка, посвященная туризму, туристическому снаряжению и прочим. Конечно, это... Ну, памятник прежде всего надо поставить Льву Науничу. Ну, вообще, не все так плохо, поскольку... Ну, нет, мы над этим работаем, и как бы... Просто нужна, реально нужна поддержка Льву Науничу, и реально нужна поддержка со стороны власти. Вот. Собственно, кроме поддержки ничего не нужно, потому что финансы, деньги, все, собственно говоря, есть. Я очень надеюсь, что с вашим энтузиазмом эта ситуация... Ну, и теперь по поводу регистрации автомобилей. Значит, мы, занимаясь именно автомобильной историей, в первую очередь, в процессе подготовки технического регламента смогли от Комитета классических автомобилей Российской автомобильной Федерации внести ряд поправок через все министерства, через... ну, практически чуть ли не через руководителей страны, поправки в тех регламент, которые говорят о том, что данный тех регламент не распространяется на автомобиле старше 30 лет. В оригинальном состоянии. Ну, к сожалению, только легковые автомобили. То есть грузовики и автобусы мы пока не отстояли. Вот. То есть часть, скажем, автомобильной истории, таким способом автомобильную историю мы спасли. Да, от удара этого тяжелого документа. Вот. Но вторую часть, как бы, касающаяся технического творчества, мы уже были не в силах просто пролоббировать. Но этим, как бы, тоже занимаются люди. Вот. Вопрос в том, что можно сделать заключение в НАМИ. НАМИ на самодельную конструкцию и в итоге зарегистрировать ее в органах ГИБДД. Но это действительно гораздо сложнее и тяжелее, чем было раньше. То есть все машины, вновь обращаемые, ну, как бы, вводящиеся в обращение, они должны соответствовать экологическим требованиям Евро-4, техническим, техрегламенту и так далее. Вот. Но механизмы есть, но на самом деле большинство людей, кто создает, ну, работает примерно в этой области, такие как вот Эдди Кроэтман, Эль Моторс, там, еще, ну, такие малосерийные, там, конструкции или вообще единичные, по большей части тоже являющиеся самодельными, они, в общем, с этим, в общем, имеют большие проблемы, конечно. — Друзья, у нас остается буквально 10 минут. Вы так рассказываете, что прямо не успеваешь оглянуться. Поэтому я предлагаю все-таки вернуться от остаток вот этого, вот, крохи этого эфира. Вов, расскажи все-таки, давайте вот гвоздю, собственно, олтаймер Галерея, вот, к этим самоделкам. Что произошло? Почему такой был всплеск тогда, в 60-е, 70-е, почему так все это вот как-то развалилось? Ну, и что делать? Кто виноват, и что делать? — На самом деле, люди постарели, кто этим занимал 100 поколений. — Ну, подрастают же. У тебя же глаза горят, у них же горят. — Ну, молодые ребята тоже есть, но их не так много. То есть, такого, ну, скажем так, это все культивировалось, это все поддерживалось государством. — В теме же государствах, да? — Да, в каждом городе существовало огромное количество клубов, при дворце пионерах, при дворце... — Ну, вот, на самом деле, лучшие машины, и самые интересные, они строились, на самом деле, руководителями каких-то таких пионерских кружков. Тот же Кулыгин, он в Ухте руководил во дворце пионеров, техническая секция, где строил вездеход Ухта, и в итоге появилась знаменитая Пангалина, вообще-то звезда. Это, ну, просто, это та самая машина, которая была на обложке той самой культовой книги «Я строю автомобиль», откуда мы взяли название, «Они строили автомобили». Почему так? Потому что прошло 20 лет, и мы говорим, что это вот их машины, «Они строили». И они, большинство из этих людей будет на выставке, то есть, «Они строили автомобили», и «Они будут на этой выставке, кто строил автомобили». Хаинов приедет, Парфенов, к сожалению, будет за границей, будет Щербинин, будут Алгебраистов, даже Чумячев придет, тот человек, который построил одну из самых первых в стране амфибий в 1966 году еще. Она была на обложке журнала «Моделист-конструктор», ему сейчас около 90 лет. Катам. Катам. Знаете, что это такое? Катер-автомобиль. Катер-автомобиль, да. У нее два регистрационных номера, да? Один автомобильный, второй так... Да, она получила, да, и там у нее и мореходные эти огни стоят, то есть, ходовые, то есть, ну, она... И будет моделька, да? Дело в том, что Чумячев, это инженер-конструктор, он проектировал гидроэлектростанции, Шушенскую электростанцию он проектировал фактически. На минуточку. Да. То есть, вот такого уровня люди занимались самоделками. И создавая эту машину, он... Я был в шоке, когда увидел вот целые тома технических отчетов, с чертежами, с расчетами шасси, с расчетами рамы. Вот сам себе отчет... Да. То есть, он подходил к строительству этого автомобильчика, с таким же размахом, как и... Так же, как электростанции. То есть, реально, огромное количество... Мы, кстати, часть этих документаций покажем в специальных витринах. Значит, он создал макет. Наверное, масштаб один к пяти. Ну, по-моему, так. И макет для отработки формы для коэффициента обтекаемости в воде, чтобы получить наиболее оптимальную форму, чтобы меньше сопротивления. То есть, не просто создать обы что, чтобы оно еще и очень экономично и грамотно работало. Он на динамометре таскал ее по пруду, замерял давление на динамометре, то есть, усилия и делал потом коррекцию. Вот этот макет сохранился, мы тоже покажем макет, эти отчеты, эту машину. То есть, и он сам придет. То есть, будут коррекции. А скажи, пожалуйста, вот все-таки есть некая прослойка, второе поколение этих, ну, каким угодно, вот какая-то смена все-таки. Кто эти люди? Ну, фактически это было непрерывно. То есть, ну, грубо говоря, сотрудники НАМИ построили 6 КД. Потом эти же люди официальные у них там в институте построили МАКСИ, который мы показываем. Отдельно, в этот же период, в городе Ярославль собрались самодельщики и построили 5 одинаковых автомобилей Гепард. То есть, я представляю шок... Опять каждый для себя. Да. Я просто представляю вот этот шок, когда люди увидят там несколько абсолютно одинаковых автомобилей, а потом выяснится, что это не завод и не фирма. То есть, Аюна больше 10 машин построили. А я бы так сформулировал. Вот отвечая на вопрос, почему раньше это было и почему это не поддержало молодое поколение, массово не поддержало. Есть, конечно, отдельные исключения приятные, но массово это не пошло дальше. Я бы сказал так, на вопрос, где эти люди, где те, кто должны были это поддержать. Они среди нас, только они не проявились. Приоритеты в стране изменились. Потому что нужно думать о еде, об одежде. И эти люди, они ходят по улицам среди нас. Только кто-то из них охранник в супермаркете, кто-то из них челнок в прошлом, а сейчас, может быть, там, не знаю, латошник. Кто-то из них уехал за границу, кто-то из них спился. Их нет, они не проявились, а они среди нас. Это грустно. Это не грустно, это страшно. Это страшно, да. И благодаря, как сказать, вот мы делаем эту экспозицию, я это чувствую так, что, может быть, мы, во-первых, этой экспозиции громко, во весь голос заявим, ребята, а что 20 лет с нами происходило? Что мы сделали за 20 лет? И это в автомобильной промышленности, в самодеятельной промышленности. Вы скажете, что мы сделали, а каждый задумается, что я сделал. Что мы все как народ сделали, да, в искусстве что мы сделали, да, там, музыка, кинофильмы, спектакли, сравнить 20 лет этих и любые 20 лет из прошлой жизни, да. Ну, это так, это уже другая тема, но, тем не менее, что мы сделали, почему так? Это, во-первых, это не мой вопрос, вот эта экспозиция, да, это такой вот вопрос будет, да. А качество экспонатов говорит, что мы потеряли. Реально, вот реально, что мы, что, я вообще ушел, к сожалению, от темы, да, вот нету сейчас ни дворцов пионеров, ни этих технических кружков, и вот люди оттуда вышли, собственно говоря, эти пацаны, которые там учились, они все, как бы, эти, еще многие вещи продолжали. В Краснодаре история Сериков, там, в Доме юных техников тоже построила несколько фантастических совершенно машин. А география была какая-то равномерная или как-то кучка валит? Ну, как бы, где были наиболее такие сумасшедшие, продвинутые, как там, в Челябинске, допустим, все там, как бы, ну, и вокруг этого развивалось. Я бы сказал так, мы утратили много технологий, мы утратили много космических технологий, авиационных технологий, оружейных технологий, и мы утратили технологию народного творчества, а это пострашнее будет, чем оружейные технологии. Ну, и потом, мы вот, говорю, входим в это, как бы, в современное общество других стран, где пошел в магазин и все купил. Как мне, я вспоминаю всю историю, когда какая-то женщина там зашла в магазин, не нашла там вареные свеклы, это все нарезанное, и осталось вот вечером без вареной свеклы. А вот купить не вареные, дома сварить, они уже разучились. А это вопросы глобализации, а глобализация не предполагает никакого индивидуального подхода. Может быть, все-таки кто-то из молодых людей, ребят, мальчишек, увидев это, вот что-то, может быть, проснется, что-то проявится, может быть, кто-то кружок какой-то создаст, может быть, кто-то объединится. Мне чем всегда нравится наша выставка, что на ней какие-то альянсы часто создаются. Кто-то встречается, кто-то что-то о чем-то выговаривается. Вообще смысл всех этих автомобилей, ведь конечная цель не была создать машину и все. Конечная цель создания автомобиля являлась само создание. Сам процесс. Тренировка мозга, создание человека. Создав одну машину, люди тут же начинали строить следующую. Либо перестраивать эту созданную. То есть, собственно говоря, конечный результат, это, конечно, как маленькая награда, но это не есть конечная цель. Володя, система образования, воспитания и научного творчества, она была настроена на то, чтобы воспроизводить саму себя. То есть, фактически, строя автомобили, тем самым строили человека пытливого, творческого, умного, начитанного, технически образованного человека будущего. А мы сейчас говорим об этом как о прошлом. Сейчас человек потребитель, а тогда был человек создатель. И, к сожалению, вы говорите об этом все-таки как об утраченном. Да. Но неужели все утрачено? Если все-таки сохранились? Если тебе удалось отковырять вот эти черепки и собрать их как-то, значит, не утратили еще? Я показываю разрушенные Колизеи. Не всем. Сейчас мы фактически, вот я чувствую себя археологом, который показывает бывшую жизнь, бывшую цивилизацию. Причем, Володе приходится амфоры разрушенные доставать, по кусочкам склеивать. Не всем везет в этой жизни целую амфору достать. Так что наша выставка, она вот такая. Мы вообще люди, обращенные немножко взором назад. Поэтому про будущее не у нас надо спрашивать. Мы смотрим назад, там сзади собираем то, что можно еще собрать, сохранить. Каждый это делает по-своему. Вот я могу делать то, что я могу, Володя то, что он может. Еще десятки людей делают тоже что-то такое. А дальше, ребята, мы это показываем. Четыре дня. Приходите, смотрите, наслаждайтесь, задумывайтесь. И, может быть, из этого что-то прорастет. Но это не к нам вопрос. Это вопрос к тем, кто в будущее смотрит. А мы в прошлое. Оставьте нас в прошлом. Друзья, я чувствую себя отвратительным человеком. Потому что я вынужден вас прервать. Таковы мои должностные обязанности. Что просто эфир всего лишь час. Мы знали об этом, когда ехали. То есть вы знали, что вы шли к отвратительному человеку, который прервет на самом интересном. Но на самом деле разговор-то на этом не заканчивается. Он только начинается на этом. Потому что мы говорили о том, что приглашаем всех наших телезрителей, что с 15 по 18 сентября 2011 года в Крокус-экспо... Да через неделю, проще сказать. Через неделю в рамках выставки технического антикварята Алтамер-галерея Ильи Сорокина будет организована тематическая экспозиция «Они строили автомобиль» Владимира Киреева. Нет, нет, нет. Андеграф Советского автопрома. Совсем не меня. На самом деле у меня в команде работают вообще великие люди. Один из них, вот Вадим Шустров, который сейчас занимается постройкой автомобилей. Его новейшие машины мы тоже увидим. И фактически, если предыдущую выставку как бы делал гон, но я был двигателем прогресса и всего остального, то сейчас Вадим Шустров делает выставку под моему заказу. Я выступаю в Олигой. Владимир Киреев, автоисторик. Бог, прости, что прерываю тебя. Илья Сорокин, руководитель выставки Алтамер-галереи. Друзья, спасибо, что вы были. Простите, что не дал вам выговориться помню, но это невозможно. Вы смотрели программу «Папучик» на телеканале «Автоплюс». Меня зовут Сева Кущинский. Спасибо, что были этот час с нами. Приходите на выставку. Не пожалейте, это точно. Всего доброго. Увидимся. Берегите себя. Счастливо. Субтитры подогнали Симон.